Друзья, такого на нашем канале еще не было. Нас ждет розыгрыш котла на 22 кВт от компании Теплодар. Как вы, наверное, уже догадались, это котел Купер ПРО 22. Все подробности розыгрыша будут в конце этого ролика. Ну а пока смотрим обзор на этот котел. Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас необычный выпуск. Мы присутствуем на смонтированном объекте, когда уже все оборудование установлено и оно полностью рабочее. И сегодня я буду рассказывать вам про замечательный котел Теплодар Купер ПРО 22. Помогать в этом рассказе мне будет хозяин котла Александр, который собственноручно этот котел установил 3 года назад. Сегодня мы посмотрим, что стало с этим котлом за 3 года, его использование в суровых сибирских условиях. Ну и попутно расскажем о его характеристиках и о том, оправдывает ли он свое название ПРО, профессиональный, продвинутый. Ну и может быть еще много других лесных эпитетов. Поехали! Александр, скажите, ну вот котел у вас уже 3 года стоит. Были какие-то нарекания в его работе, либо же какие-то особенности, либо может быть даже пожелание есть производителю, который бы учел бы их и в будущем в конструкцию внес. Да нет, в принципе котел нормальный, хороший, теплодача хорошая. Устраивает только единственное, что топку можно было бы увеличить. Вот и все. Ну а для тех, кому нужна большая топка, есть еще старшие модели, 28-й и 36-й котел есть в линейке. Но понятно, что он тогда бы мог систему вашу, наверное, перегреть очень быстро. Вся система, это у вас, собственно, батареи, да? Да, да. И сам котел. Скажите, а вот как он работает, если, допустим, электричество отключают? Насос у вас циркуляционный работает от электричества? Ничего страшного, насос перекрывается кранами и он сам продавливает полностью отопление. Ну то есть в таких случаях, когда, допустим, котел вскипел, там ничего не было? Нет, нет, нет. Ну начинает когда подкипать, да, прикрываешь подачу воздуха для горения и все затихает. А я еще заметил, что у вас вообще нет даже автоматической регулировки, то есть регулятор тяги не стали использовать? Нет, нет, нет. Вот смотрите, главный вопрос, наверное, который всех интересует, когда спрашивают о работе котла, это длительность горения. Ну вы используете его в основном на угле. Да. Уголь как долго горит? Все-таки в паспорте написано до 4-5 часов. Это зависит от угля, я так скажу. От качества угля, да. Ну а то вот эти вот цифры, вот 4 часа, это реальные цифры? Это реально, да, это реально. Ну а давайте сейчас как раз перейдем к обзору котла и осматривая то, что с ним стало за эти 3 года, я буду параллельно рассказывать о его характеристиках. Александр, еще маленький вопрос. Я смотрю, здесь что-то было уже установлено до того. Какой-то котел или что? Какой источник отопления здесь раньше в доме был? Да, здесь тоже котел стоял. Другой котел, Красноярский, я не помню. Но хозяева не жили, он размёрзся. Я его демонтировал и поставил. Вот этот котел 22-й Купер. Мы знаем его своими силами. Проблем никаких нету. Все элементарно. А дымоход у вас кирпичный? Простой кирпичный дымоход, да. Но ничего, никаких проблем нет, не оцаревает, ничего. Нет. А сверху куржак не образуется, когда вот топишь там. На кирпиче куржак откуда будет? Там он и кирпичный. Ну, перед нами котел классический Купер Професс. Попробую добраться до этикетки. Это котел Купер Про 22. Изготовлен 9 сентября 2016 года на заводе Теплодар в городе Новосибирске. В этот же месяц он был установлен хозяином. И исправно служит ему уже, получается, четвертую зиму будет служить. Котел я специально попросил хозяина не чистить, чтобы вы посмотрели, что внутри с этим котлом происходит. То есть, видно, что есть небольшой нагар на стене. То есть, сажи, это вполне понятно прогнозируемо. Живут они в деревне, поэтому частенько просто сжигают мусор здесь, даже вот вне сезон. Трубы нужно, конечно, будет перед сезоном почистить. Но для этого хозяин использует вот такую кочергу. Кочерга Про. Вот такими движениями трубы очищаются. Нужно это делать, конечно, не на работающем, а на котле, который уже остыл. И пока теплый теплоноситель, трубы будут легко очищаться. Защитная дверца. Давайте посмотрим, что с ней произошло. Чугунная дверца. Да, здесь просто ссор был какой-то пластиковый, на ней застыл. Но тоже с ней абсолютно ничего не произошло. А вот эту часть, вот эту дверцу, которая уже топочная дверца и канал подачи вторичного воздуха чуть-чуть повело. Но, тем не менее, за три года ничего не стало, не прогорело. Окалена есть, небольшая, но это абсолютно не страшно. Ну, а тут дверца и точно ничего не будет, потому что здесь такого жара сильного нет. Ну, и ящик зольника просто огромный. Сколько его? Наверное, пару дней можно, да больше, наверное. Не, за день. За день, да? За день наполняется. Ну, тоже в зависимости от того, какой уголь используется. Да, уголь какой, какой мороз. Мороз на себя везет. Все в порядке. Обратите внимание, зольник цел. Его не покорежило. Металл толстый. Его не клинит. Ходит свободно совершенно. То есть, котел мало того, что прослужил уже три зимы исправно. Служить он будет еще, наверное, не один год. А вообще срок службы у котла не менее 10 лет, что указано, собственно, в паспорте к этому изделию. Так, что там у нас еще? Водотрубные колосники. У этого котла есть колосники. И водотрубные, которые как раз и продлевают отчасти длительность горения. Чем вы топите его в основном? Топится он в основном углем, дрова, уголь. В осени пока тепло, топим дровами, протапливаем. Как морозы сильно начинаются, угля. Углем топится замечательно. Теплодача хорошая. Нагревается дом быстро, хотя и большой дом. Площадь какая? Ну, общая 197, по-моему. Вот, 197. Это довольно большой дом, в принципе. Потому что котел, конкретно вот этот Купер ПРО, он рассчитан на... 220. Да, 200, около 200 квадратов на такие вот площади. У котла есть прекрасная возможность подключить его как с левой, так и с правой стороны. Выходы у него и патрубки для подключения есть как с левой, так и с правой стороны. Вот здесь заглушка, которая идет в комплекте. Термометр. Ну, а здесь у нас подключена обратка. В базовую комплектацию также входит еще и шибер. Вот здесь он у нас установлен. Ну, и далее труба пошла уже в дымоход, который был смонтирован в доме. Обратите внимание, что вот эту версию, которую мы с вами рассматриваем, котла, это та первая версия, которая выпускалась, наверное, до 2018 года. Отличить эти котлы очень просто. Верхняя загрузочная дверца у этого котла, у старой версии, идет как бы горизонтальная, да. Наоборот, вертикальная. Да, а у уже версии 2018, она наклонная. То есть, загружать уголь несколько проще. Еще оно отличие. Это отсутствие патрубка для установки сбросника. В версии 2018 у этого котла она есть. Ну, несмотря на то, что котел довольно маленький, в него входит большое количество топлива. То есть, тут ведра полтора-два угля. Полтора точно. Да, полтора точно. Можно загрузить и проработать 4-5 часов в зависимости от качества угля этот котел. Ну, понятно, что котел установлен в подвальном помещении. Он, видно, что рабочий по его виду. И, несмотря на то, что здесь нет регулятора тяги, хозяин, обладая опытом работы управления дровяными и угольными котлами, самостоятельно регулирует тягу и котел работает у него прекрасно. В этом же котле по умолчанию установлен 6-киловаттный ТЭН. Ну, хозяин его не использует, так как в систему отопления у него смонтирован еще дополнительно полноценный электрокотел. Еще одно отличие котла 2018 года от своих предшественников, то, что в системе отопления может быть давление до 3 атмосфер. Александр, ну вот расскажите все-таки свои ощущения от этого котла, если вот так вот все резюмировать. Свои задачи справляются? Да, котел замечательный. Тепло хорошо, больше ничего не надо. Ну, вот золотые слова. В принципе, как бы, наверное, производителю будет очень лестно услышать такие слова в адрес своего детища. Ну, а этот и другие котлы, но уже в новых модификациях, вы можете найти в магазинах Форнакс, заходите в магазины Форнакс, заходите на сайт форнакс.ру, заказывайте, смотрите котлы, выбирайте. Котлы проверены временем, есть реальные пользователи. До встречи, пока! Итак, для розыгрыша котла КуперПро 22 от компании Теплодар нужно выполнить три простых условия. Быть подписанным на канал YouTube Форнакс Филм, канал завода Сибит и канал завода Теплодар. Ссылки под этим роликом. Оставить свой комментарий под этим роликом и ждать прямого эфира 25 сентября в 16.00 по новосибирскому времени. Среди участников прямого эфира мы будем разыгрывать дополнительный приз Мангал от компании Теплодар. Следите за новостями на нашем сайте, смотрите канал Форнакс Филм, будьте в курсе всех последних событий на рынке отопительного оборудования. Участникам розыгрыша желаю удачи, до новых встреч, пока!